всем привет вы на канале роман go почти целый месяц на канале не было видосов и я вам скажу что за это время я все еще к сожалению не стал миллионером вот смотрите цервушка красавица стоит стоит тут возле гаи на площадке осмотра в уголку пыльненькая такая грустненькая а я сейчас кстати нахожусь в городе тагучин замечательный город новосибирской области приехал значит в гаи сюда потому что потому что я как добропорядочный гражданин должен после приобретения автомобиля зарегистрировать его в установленном порядке а почему именно в тагучин да потому что в новосиби запись там на две недели вперед зашел на госуслугах смотрю один день пусто 2 пусто неделя пусто в общем у нас мест к сожалению нету ближайшие гаи это вот здесь тагучинская оказалась и что могу сказать процедура прошла в уютнейшей обстановке инспектор по имени отчеству не как там у нас там в новосиби там 5 окон куча народу там иванов 5 петров 4 а тут просто без этих громкоговорителей там иван петрович подойдите пожалуйста и все есть правда такая особенность небольшая что нужно через дорогу бегать копии делать как старые добрые времена когда-то в новосибирске составляли путь сюда составил около 110 километров и я даже с радостью прокатился потому что последнее время машина в основном не стоит вот получил смотрите номерочки ксм-овские жители новосибирска ценят есть у нас такой один от на микрорайончик в новосибирске с одноименным названием кстати номера то не простые они золотые смотрите золотые купола душу мою радую первый раз такую спецпродукцию вижу золотые реально так вот сейчас я смогу смело ездить и каждому гаишнику смотреть в глаза не боясь я могу не выпадать в осадок не щемиться там в левый ряд куда-то там как-то чё там у меня не будет вся жизнь перед глазами пробегать свяжи еще в моей памяти те события когда тебя останавливают на машине сняты с учета соответственно спецпродукция свидетельство о регистрации госномера в розыске подлежат изъятию это очень неприятное ощущение к сожалению блаблакар не работает в нашем регионе все отключено кислород как говорится перекрыли вот так что путешествие это непродолжительное я один совершил кстати друзья всех вас рад видеть надеюсь вы меня тоже рады напишите в комментах как у вас проходит коронавирусная вот эта движуха вся как защищаетесь так сказать от недуга от этого за себя чем могу сказать я конкретно так изолировался очень редко с кем-то контактирую редко стал контактировать вот поэтому в принципе можно сказать на 99 процентов в безопасности нахожусь чё тут по природе поля луга лесочке он смотрите прям душевные с одной стороны по цирвухе значит смотрели машину всего лишь единожды один раз люди приехали вот ну как бы никакой конкретики особо не дошло но что могу сказать я не унываю не унываю почему потому что машина хорошая на самом деле она мне очень нравится она красивая она надежная это та машина в которую ты в любой момент садишься и едешь в любом направлении и причем едешь с удовольствием хорошая функция вот эти светодиодные вот эти огоньки да как не забудешь фары включить да уже ситуация когда ты от инспектора на дороге узнаешь что ты фары забыл включить да пренеприятнейшая такая тут это исключено и к тому же сейчас такие времена непростые я знаю прекрасно что это японский автомобиль он в принципе достаточно ликвиден а если я его сейчас продам то я не смогу двигаться куда-то в путешествие да как я люблю там все аварийку включаю встаю хочу посмотреть вообще где во владивосток вот есть планы да сгонять либо в тут же москву питер там или куда-то на кавказ или на север наоборот я сейчас этого комфортно сделать не смогу если там какими-то огородами то пробираться а также если я допустим завтра ее продам да за эти деньги да за которые продаю никто не исключает что в ближайший понедельник я проснусь да и на эту сумму я смогу купить там только ладу калину в лучшем случае а может быть утюг какой-нибудь как бы в новейшей истории разные случаи бывали так что с рублями особо сидеть и мало приятного сейчас короче в принципе во всем стараюсь искать какие-то и положительные качества не продается значит так надо четко бэха бэху я ребят выставил на продажу разведывательное такое объявление создал как говорится для изучения спроса по бэхе в принципе так звонят позванивают но тоже честно говоря особо движухи по бэхе нету а ее бы я в принципе продал сейчас потому что вот если он скажу вот честно да я конечно могу сейчас да где-то в гараже что-то ремонтировать пытаться и и но давайте так скажем честно таланта автомеханика он у меня на таком достаточно низком уровне кто не видел посмотрите видосы из гаража гаражная движуха где я пытаюсь как-то ремонтировать автомобиль там в принципе есть еще чем позаниматься машина в принципе она живая она ни разу не было такого что там я не смог поехать на не или она встала конкретно эвакуатор там и вызывал ни разу такого не было но по мелочевки естественно там какие-то эти гирлянды там еще какие-то такие моменты есть но такой балбес как я к сожалению максимум что может сделать машины но ту принципе она получше стала пободрее как-то в каких-то моментах там вот по кузовщине даже там я отдавал делать там где-то там что-то лайфхак какой-то там сям ну вот я решил передать автомобиль уже другому владельцу потому что уже ну как бы энтузиазма у самого нету особо и когда эта машина как бы она стоит и стоит смотришь на нее ну блин как-то уже тоскливо становится так что я думаю будет обязательно новая какая-нибудь тачка новые эмоции газпром залил кажется звук какой-то стал другой новые какие-то знания буду получать что-то вам показывать в новосибе так в принципе относительно спокойная обстановочка в некоторых заведениях значит не пускают без вот этого девайса до который дежурный у меня есть честно признаю дежурный просто висит да кстати ребят был приятно удивлен спасибо всем кто писал что кто меня потерял что вообще люди пишут и как-то я думал даже там нет видосов ну и нет как бы и ладно